Представляешь ей поношение от людей, а она ни во что ставит тосты перед ними, и не чует того, подобно свинье, которая, закрыв глаза, разломала загородку свою. «Этого демона наводят помыслы тщеславия, если попускаем им долго закосневать в себе, и от него, ащи бы и не прекратились не идти, то не спаслась бы никакая плоть. Он исчезла редко нападающих на братья, то есть киновитов общежительных. Чему причина очевидна, ибо при виде бедствий других, когда или болезнь кого схватывает, или поражает внезапная смерть, он тотчас обращается в бегство, так как душа, исполняясь при этом сострадания, приходит сокрушение и ослепление, навлеченное на нее демоном, падает сочей ее. «Этого мы, отшельники, лишены по причине пустыни и редкости у нас немощных. Подавая средства этого особенного демона обращать в бегство, Господь в Евангелиях повелел навещать больных и посещать находящихся в темнице. Когда, говорит, болен был и посетили меня, в темнице был и пришли ко мне. При этом, надо бы знать, что если кто из отшельников, подвергшись нападению этого демона, не принял помыслов блудных или жилища своего не оставил от уныния, то это значит, что он воспринял с небес не сшедшее ему терпение и целомудрие. «Блажен он, подобившись такого бесстрастия. Те же, которые, да, в обед подвижнически пребывать в благоговейном Богу угождении, предпочитают во дворяце среди мирян, да, остерегаются этого демона. Но больше что говорить или писать о нем? Я стыжусь даже людей. О духе печали. 11. Все демоны учат душу сластолюбию, а один демон печали этого не делает, но расстраивает помыслы вступающих в пустынь, пресекая всякое удовольствие душевное, истушая ее печалью, так как мужу печальному истушат кости. 12. Умеренно, впрочем, нападая, он делает отшельника благоискусным, ибо располагает его презирать все блага мира этого и отвращаться от всякой утехи. 13. Но когда он долго и сильно томится, тогда порождает помыслы, которые советуют отшельнику извести душу свою, или понуждает ее бежать далеко от места того, что, помыслив и пострадал некогда Ев, будучи томим от него, 13. Ибо сказал, если бы возможно было, сам бы себя убил или молил бы иного, дабы мне то сотворил. 13. Символом этого духа служит Ефина, который яд в малом количестве даем и уничтожает другие яды, а принятый неумеренно убивает принявшее его живое существо. 14. Этому демону предал Павел Коринфского беззаконника, потому скорый опять писал к ним, говоря, утвердите к нему любовь, чтобы как многой скорби не был пожран таковой. 15. Таким образом, этот томящий людей дух бывает причиной и доброго покаяния, почему и святой Иоанн, креститель уязвленных им и к Богу прибевших, назвал порождением Ефидн, говоря, «Кто сказал вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не говорите, не думайте говорить в себе, отца имеем Авраама, истинно говорю вам, что может Бог и из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». 15. Впрочем, всякий, кто, подражая Аврааму, исшел из земли своей и от рода своего, стал через то сильнее этого демона. 16. Кто победил гнев, тот победил бесов, кто же поработился ему, тот чужд монашеской жизни и далек от путей Спасителя нашего. 17. Ибо Господь, как говорится, путям своим научает кротких, потому и неуловим бывает ум отшельников, что убегает вьюдоль кротости. 18. Ибо ни одной почти добродетели так не боятся бесы, как кротости. 19. Ее стяжал великий тот Моисей, названный кротким более всех человек. 20. И святой Давид отнесся к ней, что она достойна памяти Божьей, когда сказал, помяни Господа Давида и всю кротость его. 21. Но и сам Спаситель повелел нам быть подражателями своей кротости, говоря, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. 22. Но если кто от яс и пяти воздерживается, а гнезлыми помыслами раздражает в себе, то он подобен приплывающему море кораблю, которого кормщим сидит бес. 23. Потому сколько сил есть, надо насмотреть за этим нашим псом и обучать его, чтобы он волков только терзал, а не кусал овец, показывая всякую кротость ко всем людям. 23. Отчиславие. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 22. 22. 23. 22. 23. и жития нашего немилостивым. Обращает в векство этого демона усердная молитва и то, чтобы ничего произвольного не делать и не говорить такого, что ведет к проклятому тщеславию. Когда ум отшельников приобретет немного бесстрастия, тогда, взяв коня тщеславия, начинает он носиться по городам, неудержимо упоеваясь похвалами и славой своею. Но по смотрению Божию, встретив его дух блуда и заключив какой-нибудь хлев, научает его тем, не оставлять одра прежде выздоровления и не подражать тем нетерпеливым больным, который, имеющий в себе остатки недуга, пускается в дорогу или начинает ходить в бане и оттого впадает в прежние болезни. Поэтому сиди в келье. Будем лучше внимать себе самим, чтобы, преуспевая в добродетели, садиться нам неподвижными на зло, обновляясь в ведении, сподобиться множеству различных созерцаний, а возвышаясь в молитве, яснее узреть свет Спасителя нашего. Всех злодеев демонских описать я не в состоянии, и исчислить все злокозненности их стыжуся, боясь вместе из-за простейших из читателей. Впрочем, послушая о злоухищрениях духа блуда, когда кто приобретет некое бесстрастие в похотной части и срамные помыслы сделаются у него холодноватыми, тогда он вводит в мысли его мужчины и жены, представляет их играющими между собой, а отшельника делает зрителем их срамных дел и телодвижений. Но это искушение не из числа закосневающих в уме, потому что внимательная молитва и крайне стеснительная диета с бдением и упражнением в духовных созерцаниях прогоняет его, как безводное облако. Но бывает, что этот лукавый касается даже и плоти, возбуждая в ней неразумное распаление и строя тысячи других козней, которые нет нужды обнародовать и предавать письмени. Много помощно против таких помыслов воскипение гнева, устремленное на демона их, который крайне боится этого гнева, когда он вскипает по поводу помыслов, потому что он этим расстраивает все его замыслы. И это-то значит слова «гневаясь, не согрешайте». Полезное врачество, прилагаемое к душе во время искушений. Подражает этому демону и демон гнева, представляя в мечтах ума отшельнику. Будто кто-нибудь из родителей, или друзей, или родственников его терпит обиды от людей ничтожных. И приводя кем в движение гнев его с внушением сказать что-нибудь злое или сделать тем, которое мечтается ему в уме, обижающими. Это надо бы замечать и скорее исторгать мысль из таких воображений, чтоб, закосневая в них, она во время молитвы не была дынящейся головнею. Искушением же таким подвергаются наиболее люди гневливые, которые далеки от чистой молитвы и от познания Спасителя нашего Иисуса Христа. Помышление века этого Господь предал человеку, как овец доброму пастырю, предав ему в помощники вожделение и ярость, чтобы ярость обращал он в бегство помышления волков, бесовские, а вожделением душевно любил овец добрые помыслы. И паст их, подвергаясь многократно, с ног сбивающим ветрам и дождям. Дал он ему при том и закон, как пасти овец и место злачное и воду покойную. И псалтирь и гусли и жезлы палецу и постановил, чтобы от этой пасты и пастбищ, и питался он, и одевался, и собирал сено нагорное. Кто бы, говорит, пасет стадо, и от молока стадо не ест. Итак, отшельнику должно день и ночь стеречь это стадо, чтобы какое-либо порождение овечий, ягненок, не было похищено зверями или не попалось в руки разбойников. А если случается, что подобное в дереве где-нибудь, то сейчас надо бы восхищать похищенное из уст льва или медведицы. Бывают же зверохищными помышления о брате, если оно пасется в нас с ненавистью, помышления о женщине, если оно вращается в нас с рамным вожделением, помышления о серебре и золоте, если оно водворяется с любостяжательностью, даже помышления о святых дарованиях, если они пасутся в уме с тщеславием. Тоже надо бы сказать и о других помышлениях, если они похищаемы бывают страстями. Не днем только должно блюсти стадо свое, но храните ночью бодрствуя. Ибо случается, что иной, замечтавшись, срамно и лукаво теряет свое. Это-то означает, сказанное святым Яковом, овцы звероядной не принес тебе. Все это было на мне, украдено днем или ночью. Был во дни, жигом зноем и холодом в ночи, и отхождал в сон от очей моих. Если от перетруждения приразиться к нам уныния, то востекшее на камень ведение, начнем беседу со псалтырию, ударяя в струны ведения добродетелями. Будем же пасти овец опять и под Синайской горой, что Бог отцов наших и нас воззвал из купины и даровал нам силу знамений и чудес. Разумное естество, умершленное грехом, Христос пробуждает покаяние с озерцанием всех веков, то есть бывшего, бывающего и более имеющего быть. А отец его, эту душу, умирающую потом смертью Христовой, в крещении или покаянии, отвращающейся от греха, воскрешает познанием его самого. И это-то значит, сказанное апостолом Павлом, если со Христом умерли, то веруем, что и живи, и будем с ним. Когда ум, совлегши светлого человека, облечется в того, который от благодати, тогда и свое устроение узрит он во время молитвы, подобным сапфиру или небесному свету, что Писание именует и местом Божиим, какое видели старцы на горе Синайской. Из нечистых демонов одни искушают человека, как человека, а другие стревоживают человека, как бессловесное животное. Первые пришедшие влагают в нас помыслу тщеславия или гордости, или зависти, или осуждения, которые не касаются ни одного и без бессловесных. А вторые, приближаясь, возбуждают гнев или похоть, не по естеству их. Ибо эти страсти общи нам и бессловесным, и сокрыты в нас под природою разумной, то есть стоять ниже ее или под нею. Почему Дух Святой, имея в виду помыслы, бывающие с людьми, как с людьми, говорит, «Я сказал, «Вы, Боги, Сыны Вышнего, все вы, но все вы, как в человеке, умрете, и как каждый из князей падете». Имея же в виду помыслы, движущиеся в человеке, как в бессловесном, что говорит, «Не будьте как кони, как лошак несмысленные, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами». Двадцать. «Когда какой враг, пришедший уязвить тебя, и ты желаешь по написанному обратить меч его в сердце его, то поступи, как тебе сказываем». Разлагай, делай анализ сам себе вложенный им помысл, кто он из чего состоит и что, собственно, в нем поражает ум. Что это говорю я, вот что есть. Пусть наслан им на тебя помысл сребролюбия. Разложи его на ум, принявший его, на помышление о золоте, на самое это золото и на сребролюбивую страсть. Наконец спроси, что из всего этого есть грех? Ум ли? Но как же он есть образ Божий? Или помышление о золоте? Но и это кто может сказать, имеющий ум? Так, не самое ли золото грех? Но зачем же оно сотворено? И так остается положить грех в четвертом, то есть в сребролюбной страсти. Что ни есть, ни самостоятельная по сущности вещь, ни понятие о вещи, но сласть какая-то человека ненавистная, рождающаяся из свободного произволения и понуждающая ум зле пользоваться тварями Божьими, каковую сласть пресекает и повелевает закон Божий. Когда будешь ты это расследовать, помысл исчезнет, будучи разложен на то, что он есть, и демон убежит, как скоро мысль твоя восхитится горе, окрыляемая таким ведением. Если же ты хочешь обращать против него его же меч, а желаешь прежде поразить его с помощью своей прощи, то возьми и ты камень из своей пастушеской сумки, и вот в какое войдя умозрение, как ангелы и демоны прирожаются к нашему миру, а мы к их мирам не прирожаемся, ибо ни ангелам не можем мы более приблизить к Богу, ни бесов сделать более нечистыми, не приходит нам в голову. Так же и о том, войди в умозрение, как десница восходящая за утро пала на землю, и мнит море, как мироварницу, и тартар бездны, как пленника возжигает же бездну, как печь медную, Иов 41.22, всех возмущая своей злобой, над всем начальству в отжилая. Умозрение об этих предметах очень уязвляет демона и обращает в бегство все его полчища. Но так действовать возможно только для тех, которые несколько очистились и прозирают сколько-нибудь причины того, что совершилось. Но нечистый не умеет держать такого умозрения, и даже быв научены другими обоевать, не будут услышаны, когда во время брани внутри у них стоит пыль с толбом, и все о смятении по причине страстей. Ибо все, конечно, необходимо всему полчищу иноплеменников стать смирно, чтобы один Голиаф выступил против нашего Давида. Так и при других нечистых помыслах будем употреблять и указанное прежде разложение анализ помысла. И этот второй вид брани. Когда какие-нибудь нечистые помыслы слишком скоро обратятся в бегство, поищем причины, почему так случилось. По редкости ли вещи, потому, то есть, что трудно достигнуть предмета помысла, или по присущему нам бесстрастию, не смог нам сделать ничего враг. Например, если кто из отшельников помыслит, будто им уверено духовное правление первенствующего града, и он не закоснит в мечтаниях по этому помыслу, то очевидно, что это случится по первой причине, по недостижимости предмета. Но если кто замечтает, что становится правителем кое-какого города, и, следовательно, дело очень может быть сбыточным, и он также отнесется к помыслу с презрением, то этот блаженный причастен к бесстрастию, равный при других помыслах откроется. Почему бежали помыслы так скоро? Если употребим тот же способ исследования, это необходимо нам знать для оживления нашего усердия и усилия, ибо через это мы узнаем, перешли ли мы Иордан, и находимся близ града фиников, или еще в пустыне пребываем, и нас бьют иноплеменники. Второзаконие 34-3 у которых влагалище полно внушает отречься от мира, и таким образом мало-помалу обольстивший душу облагает ее помыслами серебролюбия и передает помыслу тщеславия. Этот вводит множество прославляющих Господа за такие его отшельника распоряжения, а некоторых заставляет потихоньку говорить между собой освященство, предсказывает смерть настоящего священника и прибавляет, что ему именно не избежать избрания, что бы он ни делал для того. Так бедный ум, опутавшись такими помыслами, с теми, которые не принимают его, припирается тем, которые принимают усердно раздает подарки, и с благодарностью радушно принимает их некоторых же упорных противников, предает судьям и требует изгнать их из города. Между тем, как такие помыслы вращаются внутри, предстает демон гордости, частыми молениями бороздит в воздухе или напускает крылатых змеи, и последнее зло лишает ума. Но мы, молясь, да сгинут такие помыслы, постараемся в благодарном расположении жить со скудостью, ибо ничего мы не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пищу и одеяния, будем тем довольны. Помни, что сказал далее святой Павел, корень всякого зла есть сребролюбие. Все нечистые помыслы закосневают в нас по причине страстей, не сдерживающих ум, во всегубительство и пагубу. Ибо как мысль о хлебе у голодного закосневает по причине алжибы, и мысль о воде у жаждущего по причине жажды. Так помыслы о деньгах и срамные помыслы, рождающиеся от обильных яств, тоже закосневают в нас по причине соответственных страстей. Подобно этому откроется и в отношении помыслов тщеславия, равно как и других помыслов. Но невозможно, чтобы ум, подавляемый такими помыслами, предстал Богу и украсился венцом правды. Этими помыслами поглощен был треокаянный тот ум, отказался от вечери боговедения. Равным образом и тот, связанный по рукам и ногам и вдержанный во тьму кромешную, имел из этих же помыслов сотканное одеяние, которое звавший признал недостойным брачного пира. Брачное одеяние есть без страсти разумной души отвершись мирских похотей. Какая же тому причина, что долго остающиеся в нас помышления о вещах чувственных расплевает веденье, об этом сказано во главах о молитве. У демонов, противящихся деятельной жизни, есть три первостоятельные, за которыми следует все полчища этих иноплеменников, и которые первыми стоят на брани и посредством нечистых помыслов вызывают душу на грех, во-первых, которым верено стремление чревоугодия, во-вторых, те, которые подущают серебролюбию, в-третьих, те, которые позывают нас искать человеческой славы. Итак, если желаешь чистой молитвы, блюдись от гнева, если любишь того мудрее, воздерживай чрево, не давай ему сытость, хлеба и скудостью воды, удручая его, бодрствуй в молитве и пометозлобе, далеко отгони от себя, словеса Духа Святого, да, не оскудевают у тебя и в двери Писаний стучи руками добродетелей, тогда воссияет в тебе бесстрастие сердца, и ты узрешь ум свой в молитве блестящем подобно звезде. 25. Когда демон чревоугодия после частых и сильных борений не сможет расплить установившегося воздержания, тогда влагает в ум желание строжайшего подвижничества, ради чего выводит на среду известное Адонииле ту скудную жизнь и семена, служившие ему единственной пищей, припоминает ему и других некоторых отшельников, которые всегда так жили или в новоначалии и понуждает стать их подражателем, чтобы, погнавшись за неумеренным воздержанием, не успел он и в умеренном, когда тело по своей немощи окажется бессильным до того. Думаю, что им справедливо не верить таким внушениям и не лишать себя хлеба, елея и воды. Но братья опытом дознали, что такая диета есть самая лучшая, только всего этого принимать не до сыта и однажды в день. И было бы дивно, если бы кто до сыта вкушая хлеба и воды мог получить венец без страсти. Бестрастием же я называю не удаление от дел греховных, ибо это называется воздержанием, но отсечения страстных в сердце помыслов, которое святой Павел называет и духовным обрезанием сокровенного иудея. Если кто падает духом, слыша такие слова, тот да приведет себе на память сосуд избранный апостола, который в голоде и жажде совершал свое течение. Этому демону подражая, и духу ныне этот противник истине, внушая терпеливому мысль об удалении в глубочайшую пустыню, призывая его возревновать Иоанну Крестителю и начатку отшельника в Антонию, чтобы не вынесши долговременного и выше человеческого уединенничества, бежал он со стыдом, оставя свое место, а этот хвалясь после того сказал превозмог его демоны не знают наших сердец, как думают некоторые из людей, ибо сердцеведец один знающий ум человеческий создавший наедине сердца их в Савом 32 15 но той из слов какие произносятся то по каким-либо движениям тела они узнают многие из движений происходящих в сердце положим что мы в разговоре обличали тех которые нас злословили из этих слов демоны заключают что мы относимся к ним нелюбовно и берут от этого повод влагать нам злые против них помыслы приняв которые мы подпадаем под иза демона памят о злобе и этот непрестанно потом расположает в нас против них помыслы мстительные поэтому справедливо Дух Святой обличает нас говоря сидишь на брата твоего клевеющейся на сына матери твоего полагаешь соблазн отворял то есть дверь помыслом памятозлобия и возмущал ум во время молитвы представляя непрестанно лицо врага своего и его имея таким образом за Бога ибо на что ум взирает непрестанно во время молитвы то справедливо признать его Богом потому будем избегать болезни злословия никого не будем поминать злом или извращать лица своей при воспоминании о каком-либо ближнем ибо злые демоны с любопытством наблюдает всякое наше движение и ничего не оставляет неисследованным из того чем можно воспользоваться против нас ни вставания ни сидения ни стояния ни поступи ни слова ни взора все любопытствуют весь день поучаясь на нас лестивым чтобы во время молитвы осрамить смиренные умы блаженные его погасить свет 12 Евагрия монаха изречения Ава Евагрий сказал избегай беседы о мирском чтобы ум твой не возмущался и правило безмолвия твоего не было нарушено говорил так же много значит молиться без развлечения а еще более петь псалмы без развлечения еще говорил помни всегда об исходе твоем не забывай вечного суда и сохранишь душу твою от всякого греха еще говорил не будь искушений никто бы не спасся 5 сказал Ава Евагрий начало спасения самоукорения он же сказал если впадешь в малодушие молись но молись со страхом и трепетом молись усердно бодренно и трезвенно в начале своего монашеского жительства Ава Евагрий пришел к некоторому старцу и сказал ему Ава преподай мне душеспасительное слово старец сказал ему если хочешь спастись то кому бы ты ни пришел не говори прежде нежели он спросит тебя для ученого Евагрия это был подвиг немалый однажды по какому-то делу было собрание в кельях и Ава Евагрий говорил тут пресетер говорил ему мы знаем Ава что если бы ты был на своей стороне уже давно бы мог быть епископом и начальствовать над многими а теперь ты сидишь здесь как странник Ава Евагрий хотя был тронут этим но не смутился и кивнув головой сказал точно так отец на единых глаголах второе не приложу Ев 39 35 Евагрий в своем гностике говорит мы научились у праведного Григория что главных добродетелей четыре разумность мужество целомудрие и справедливость дело разумности говорил он состоит в том чтобы созерцать умные святые силы дело мужества стоять в истине и хотя бы встретилось противоборство не уклоняться к несущему приняв семена от первого земледельца отвращаться от всевателя врага свойственно по моему мнению целомудрию а дело справедливости воздавать каждому по достоинству 10 страница 666 первый том добротолюбия писания Евагрия монаха там же говорит он столб истины Василий Каппадокийский говорит знание происходящее от людей совершается постоянным занятием и упражнением а происходящее от благодати правдою кротостью и милосердием первое могут приобретать и люди страстные а последнее в состоянии принимать только бесстрастные которые во время молитвы зря в свет осеивающий их ум еще говорил он там ангел тмуистской церкви серапион сказал что ум очищается упоеваясь духовным ведением любой врачует гнев воздержание обузывает похоть и пожелания 12 еще дедим говорил непрестанно беседуй сам с собой о промысле и о суде и предметы их старайся содержать в памяти промысел особенно виден в возведении нас от греха и неведении к добродетели и ведению конец первого тома доброта любия страница 667 Ефрема Сирина 135 б первое слезное моление в понедельник вечером прими прошение скверненных и нечистых уст владыков всяческих человеколюбивый Иисусе Христе не погнушайся мною как недостойным и несмысленным и не признай недостойное утешение твоего душу мою приближающуюся к аду взыси меня как погибшую овцу потому что вовсе нет во мне ни усердия ни смысла к исправлению себя ослеплен я сластолюбием омрачена душа моя и от упоения страстями сердце моё стало бесчувственным всю горечь свою все лукавство все неразумие исповедую тебе Господи спаситель мира скажу также всю приятность всю сладость того что по благости своей соделал ты со мною человеколюбец с первого возраста стал я приогорчителем нерасположенным к добру изобретателем всякого порока способным на всякий грех но ты владыка сын божий по великим щедротам твоим не воззрел на все моё лукавство глава моя вознесена благодатью твоей владыка но снова смиряется по причине грехов моих благодать твоя снова влечёт меня к жизни а я со всем усердием устремляюсь скорее к смерти потому что пагубный навык мой к слабостям даже против воли моей увлекает меня к себе ужасен страстный этот навык неразрешимыми узами связывает он ум мой и узы эти кажутся всегда мне вожделенными по навыку опутываясь сетями и радуюсь бедной что опутан погружаясь в самую несносную глубину и это веселит меня враг ежедневно обновляет узы мои а я восхищаюсь тем о сколько искусство у врага не связывает меня узами какими не хочу а напротив того налагает всегда такие узы и сети которые принимаю с великим удовольствием ибо знает что произволение мое сильнее и во мгновение ока налагает узы какие сам хочу этой рыдании плача достойно в том позор и стыд что связан я своими хотеньями в одно мгновение могу сокрушить узы и освободиться от всех сетей но одолеваемой слабостями и произвольно раболетствуя страстным навыком не хочу сделать того еще ужаснее еще больше заставляет меня обливаться слезами стыда что соглашаюсь с хотениями врага своего он связывает меня и я умерщвляю себя страстями которые радуют его могу сокрушить узы но не хочу могу избежать сетей но не желаю что горе сне этого платья и рыдания какой стыд тягост не этого увы нет стыда более горького как выполнять человеку хотение врага львы на львы Продолжение следует...